И мы снова в студии, дорогие друзья, с вами Space, с вами Фомка и третья игра насуждает между H2K и Albus. Но, к слову, посмотрим, сможет ли AENX развернуть серию в свою пользу, как это они сделаны на финал континентальной легии, или же команда H2K отправится в полуфинал играть против Samsung Galaxy. H2K отправится в полуфинал, а AENX поедут домой. Ну, у каждого свои пункты назначения, у каждого свои отправочки. Ну и мы ждем ваших отправочек в вопросику, дорогие друзья, и спасибо, что с нами находитесь на трансляции. У нас еще музычка такая на фоне, классная игра. Прямо ослабляюще. Ну, вот все. Руслабончик закончился, и только серьезные намерения H2K против AENX. Стадия выбора чемпионов начинается. Надо банить джейса. Вот просто, ребята, не напрягайтесь, да? Вот порой, вот проще забанить вот героя, чем пытаться его за контрпик, за контрплей. Просто ты банишь, и вот у тебя вот такой груз спадает, что все, мы не будем о нем думать. Вот такая тактика, наверное, иногда помогает, что вот просто у чувака прет, да? Вот прет на этого героя. Вот ты его не остановишь. Ты остановишь его только баном. В данном случае, я думаю, андексу надо банить джейса, что он в первой игре, что он во второй игре. Он просто уберет и бегает по сикарте, всех убивает, и просто плюс 60, плюс 50 фарма. Ну, вообще, очень странное действие сейчас произошло. H2K опять продолжили банить Поппи против смурфа, продолжили банить Брэндона. Но вот что меня смущает, команда, ой-ой-ой, еще и Райза забанили против Рю. Ну, вот это ожидаемо, как раз вот эти таргетные баны пошли. А вот инекс забанили Севир, H2K ответили джинам, и вот сейчас H2K, правила первого пика, они могут взять Кейтлин. Чем отвечаете инексам, непонятно. Тогда они джейса заберут, я думаю. Ну, а вот по позиции стрелка тогда у них останется не особо много вариантов. Против Люциан? Против Кейтлин опасненько может зависеть. Ну, а что у нас в прошлой игре было? Люциан, да. Нормальник, сойдет, постреляет. Ну, это как Дабллифт, он в своем интервью сказал тоже, есть такие видео, Покет Пики. Допустим, американский асс, он выпускает ролики, и Дабллифт говорил о том, что Люциан может выиграть линию, может проиграть линию, но, в принципе, зависит от нас. Все равно бесполезные. Не, ну, вы пикаете этого чемпиона, он реально хороший. Смурт, как еще Алло, в носы, когда взял и Аллои. Эх, ну, Смурт на и Аллои мог бы и отжечь. Вообще, Аллои порой ломает игры в одиночной очереди, в одиночных рейтингах. Знаешь, последняя моя игра на и Аллои была 0.11, ну, со мной в команде. Я к этому герою отношусь насторожно. Ну, вообще, если Аллои не умирает на линии, она потом очень сильна. Но основная проблема в том, что ее просто убивают. Стажеру открыли Олафа. И Кейтлин решили оставить для Эмирекла. Не удалась задачка от АНХ. И что, окей, легко ее решили. Мы уже видим, как Ликвид, как Эмирекл... Заметили. Вполне, кстати, вероятно. Но связка, та же самая Люцен и Зайра, не факт, что может себя проявить очень круто на линии. А вот Стажеру Олаф очень важен, чтобы не дать его Янку. Для Янка за открыт его любимая Элис, которую он может реализовать. Ну, там тот же Лисин. А АНХ, кстати, были близки к тому, чтобы забайтить своего оппонента, то есть обмануть. И H2K могли забрать Кейтлин на первый пик, а потом уже команда ИНХ смогла бы ответить. Джейсон, мне удается обыгрывать Forgiven, а Forgiven все равно будет хорош на всех чемпионах. Нужно было искать другие стратегии, нужно было искать другие варианты против команды H2K. Сейчас уже может оказаться слишком поздно, последняя игра. И только сейчас нам приходят светлые мысли о том, как обыгрывать команду H2K. Но главное, что Анаксом придет в голову. На данный момент приходят Кейтлин и Олаф. Я, кстати, не знаю, Олаф, по-моему, как-то слишком overrated, я думаю. То есть его слишком переоценивают. Но это мое мнение. Потому что есть та же Элис в лесу, есть, не знаю, хоть Лисин. Ну, как-то берут Олафа. А может, это правда Древен для Эмирику? Ну, собственно, почему бы и нет? А, Кейтлин отправит на среднюю линию. Я, честно, не понимаю. Можете меня флеймить, можете мне ВКонтакте в личку написать, сказать, ты ничего не знаешь. Но вы две игры играете Джейс против Гнара. Вы две игры сливаете топ в ноль. Зачем вы берете опять в третьей игре Гнара против Джейса? Ну, а кто, кстати, против Джейса может сейчас зайти? Поппи забанен. Ну, как я и говорил, Малфит. Твердый, как камень. Озвучка превосходная. Ну и вопрос от Хабстер Кейти. Прошу прощения за то, что не сразу назвал никнейм, потому что шрифт у меня очень маленький, для того, чтобы прочитать чатик. По поводу банов. Как вы думаете, стоит ли увеличивать баны с 3 до 5 или до 4? Эх, как сложно, как сложно. То, что я играл во времена, когда было 2 бана, а потом сделали 3 бана. Делать 4 бана, я думаю... Ну, с одной стороны и можно, да, но с другой стороны, ну, окей, у вас 4 бана, все равно герои остаются какие-то, прям, уп-шные. Я думаю, 3 бана это достаточно. Уоу! Не скоро надо вводить 4 бана, потому что героев не так уж и много, которые актуальны, да? Вот если было бы много актуальных героев, там, то тогда надо было бы задумываться о банах. То, что взять, там, герои, которые не играют, да, там. Которые... Есть, типа, два вида героев. Оп, Зелин, я как-то даже пропустил это. Ты продолжай, кстати. Ну, давай, закончу мысль, что есть два вида героев именно для 5 на 5 играх, что это, которые в одиночной очереди и в таких играх в командных, да? Например, в одиночной очереди очень полезна Эвелина в лесу. В одиночной очереди, там, не знаю, какой-нибудь Мастер Юй тоже хорошо заходит в лесу, да? Но в командных играх вы не возьмете этих героев, потому что их легко переиграть и легко, скажем, обыграть, да? Просто какие-то моменты не стоит допускать, и вы их выиграете легко. И поэтому вводить 4 бана нет смысла, потому что если было бы актуально героев, там, 100, то да, 4 бана надо. А так у нас на данный момент, по-моему, сколько там, 50 героев все время было пикута, и сколько там. Повяжи вместе с театром в Чикаго. Эх, красоте. Еще три игрульчики нормально. Вообще, если бы мне полгода назад сказали, что мероприятие по League of Legends чемпионат мира будет проходить в Чикаго, еще и в таком знаменитом театре, я бы в это не поверил. Мне казалось, культурное место, которое будет, если заниматься какими-то массовыми мероприятиями, то вряд ли будет проводить ивент по League of Legends. Я бы поверил. Почему бы нет? Оперный театр, который мы встречали в Бразилии, который на воде находился, тоже очень уникальное место. Ну что ж, нас ожидает третья игра между H2K против Альбус Нокс Луна. Посмотрим, отыграются ли Айнекс в этот раз. Прям анекдот какой. Какой-то придумал так. Спрашивает жена мужа, типа, куда ты идешь? Я в театр иду, а там лол. Или нет, нет, наоборот, муж зовет жену. Пошли в театр, пошли, оп, а там League of Legends. Здравствуйте. Блин, а вот это, кстати, действительно классно. Дарк Верджи, кстати, очень классно пошутил на тему того, что стоит ли увеличивать банов с трех до пяти. Он написал, о, банфаза длина полчаса, было бы довольно интересно. Не, надо банфаза, ну, пять банов, и чтобы каждый бан еще раз... Надо, как, чтобы полторы минуты банить, да, и еще дополнительное время, если не успел подумать. Вот это я понимаю. Ты просто такой сидишь там 10 минут и ничего не делаешь. Там на фест-пике взял героя, ребят, я, короче, отойду, давайте. Медленно не баньте. Иногда пишут в лобе, там, пожалуйста, не баньте быстро, я там дверь открою. Ну, обычно другие вещи делают, и дверь открывают, но это уже другая история. И как раз 10 минут хватит. Там и чаек заварить, и там покушать, и в магазин сбегать, и там уже игра начнется. Эх. Не, не думаю, что так будет. А если сделают пять банов, то они будут быстрее. Ну, вообще, Зилина мы увидели, играет он через прикосновение. Огня, Огня, Смерти. Как тебе вообще, чемпион? Зелин? Да. Как сказать, честно или чуть-чуть приврать? Честно, а потом чуть-чуть приври. Бесполезный, просто кошмар, но знает, ну, может иногда зайти. Вот. А вот, может иногда зайти, ты приврал? Ну, да, отчасти. Ну, на самом деле, я не понимаю смысла Зелина, ну, зачем? Типа, мидер должен дамажить. Мидер должен убивать. А так, что мы видим, что... Не, ну, если с другой стороны Гнар и Олаф будут компенсировать дамаг, который нанесет, будет... Ну, в теории должен нанести мидер, то тогда это будет нормально. Это... Это хорошо. Ну, вообще, если у тебя в лесу есть дамаг, много урона, на верхней линии есть много урона, то можно взять намид и карму. Почему бы и нет? Потому что вот этот билд, который делают через чашечку и кадила, да, он очень силен, он дает очень много поддержки, очень много утилити. Эх, я только сейчас обратил внимание, то, что бот-лейн у команды Альбус Ноксона полностью посвящен северу. Это арктическая Кейтлин и Барт вместе с какао-чашечками и в тулупе. Ну, надо еще хрюшечку сюда. Хрюшечку? Да, штинку. А, точно, Сиджуань. Ну, все-таки Кира умер. Кира может умереть, сейчас отрю. Нужно использовать свой скачок, неужели не будет использовать рю, подфлешивается за ним. Но сейчас миньончики, миньончики могут добить рю, умри от миньончиков, пожалуйста, чтобы 1-1 было, нет. Не умирает еще и получает уровень. И не умирает вообще, никак не хочет. А вот Стажер сражается за свой красный баф, Янкос продолжает контрджанглить, но в этот раз он делает этот невероятно нагло. Он даже как и Фоги, он играет очень нагло. И вообще, штукей агрессивно слишком наступает, и в последующем их можно наказать. У Стержис тут огромная проблема, потому что его мидер умер, и Элисин просто получает карн-бланш. Вообще, я не представляю, что может сделать Зилен против Синдера на линии. Там ровненько даже отстоять уже будут проблемы. Мне вот эта бомба понравилась больше всего. На миньона, которая... Ну, блин, такое красивое было бы убийство, если бы... Да, это было очень классно задумано Кирой. Вообще, Кирой, как игрок, очень сильно усовершенствовал свои навыки. На этом чемпионате мира он играет на другом абсолютном уровне. Он ликарит очень мало здоровья, если Вандр сейчас даст туда свою комбинацию, и приказ Повелителя Грома сработает, это будет печальник. Да, и сейчас у Киры нет скачка, и его могут загангать. Это огромная проблема. Лесина очень хороший лесник, когда у тебя есть какой-то контроль на линиях. И тут на каждой линии есть по контролю. То есть Джейс с замедлением и с откидыванием Синдера с замедлением и с оглушением. И на нижней линии это Зайра с рутом и с откидыванием от ульты. Опять эти комбинации от Удаанны, и Смурф опять теряет свое здоровье. Где-то мы это уже видели, и даже два раза. Очень печальная ситуация складывается на верхней линии. Преимущество по миньонам в пользу Джейса. Причем очень серьезно. Из-за такого отставания сложно будет что-либо сейчас с Мурфу делать. Но опять же, учитывая то, какие ультимейты он дает в командных сажениях, это может зайти достаточно неплохо. Дорогие друзья, не забывайте о том, что вы можете задавать свои вопросики. Возможно, это последняя игра и последний шанс задать свои вопросы Фомке. Я думаю, многие хотят задать какие-то вопросы Фомке. Потом я уеду. Ой-ой-ой. На море куда-нибудь, и я буду недоступен. Может, следующий чемпионат мира будет твоим? Кто знает? В роли комментатора. И поэтому не можно будет задавать вопросы. Спасибо. Спасибо. Я вот самая такая поддержка. Ну вот, я думаю, все игроки стремятся, чтобы попасть на чемпионат мира. Рю выдает комбинацию по кире, ульта, и киры пятого уровня ничего не может сделать. Он против Синдрей. Вот Рю очень хорошо сейчас играл. Он подождал, пока у него будет пятый уровень и 99 экспириенса, то есть опыта. И вот миньон уже умирал, и в это время был стан. Вот посмотри, вот видишь вот этот миньон? Да. Вот тележечка, да? Она умирает, умирает. И просто он добился руки и дал сразу стан. И замедление. Вот это такой мув, где его надо часто использовать. Если у вас такая возможность, его надо, ну, тренировать, конечно же. Еще это слоу-мо, которое залетало по кире. Не-е-е. Синдрей, просто невероятная графика, просто. И Мирикл продолжает терпеть против Forgiven. Вообще, мне казалось, против Кейты, но Люцен не самый лучший матчап, но все равно Люцен чувствует себя очень хорошо. Ну, тут все-таки из-за того, что Зайра, что Зайра, она очень сильна на линии за счет своих кустов. Ну, очень сильна. Потому что она слишком сильно зонит. Она имеет очень много урона со своих колючек. Она, по-моему, колючками их называет, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Да, кстати, есть что-то связанное с колючками. Я помню то, что и там есть тернистые растения. Там как-то у него по-разному называется умение. И слово колючки там не используется. Ой-ой-ой, да. Она отбрасывает Смурфау. Смурфау в скором времени будет мега форма. Главное не умереть. Сейчас придется возвращаться на базу и тратить телепорт. А с того непомененным сумасшедший. А вот Янка с Рю будут загрывать Смурфау. Смурфау в скором времени закончится мега форма. Нужно давать свою ультимативную способность, но даже не успевать ничего сделать. Просто посмотреть на топ-лайн лесник. Вот я не помню, чтобы заходил лесник хотя бы один раз, да? Вот я честно не помню, чтобы такое в игре было. Я помню, зашел он колов в лес, да? Взял его красный баф и пошел куда-то в свой лес, в нижний. И что мы увидим на топе? Минус 30 крипов. Ну, было минус 25 крипов. Это очень плохо. То есть эта разница в индивидуальном мастерстве просто огромная. Ее надо как-то компенсировать. Вот, кстати, как можно компенсировать такую разницу между регионами? Вот как сейчас вытянуть континентальную лигу на уровень европейского ЛСС? Это возможно или нет? Такой вопрос. Я люблю коварненькие вопросы позадавать. Что? Можно его перефразировать? Что мешает континентальной лиге играть так же, как и ЛКС? Ну, во-первых, это кадры. То, что в Европе есть конкуренция, да? Ну, существенная. Если мы возьмем СНГ, то конкуренция, она, конечно же, меньше. И на позицию, допустим... Ну, просто взять там позицию мид, да? У нас есть там 10 игроков. И ты выбираешь из 10 игроков. Кто-то скажет, а что вы новичков не берете? Ну, хорошо. Вот мы когда комбитов были, мы искали листника. Мы искали все варианты, смотрели, да? Мы играли командные игры с множеством лесников. Даже там с Платином Элла, там с Даймодом. И мы просто смотрели, что люди не знают базы. То есть они не знают просто базовых вещей, что... Например, там, надо говорить, да? Они просто берут в лесу и молчат. Вот просто ты играешь, и человек молчит. И надо хоть какую-то информацию давать. То есть лесник там может сейчас на топ зайти. Так, все, я сейчас забираю красный баф, и я иду на бот, там. То-то-то. А он просто молчит. И ничего не говорит, да? Вот это такая проблема. Вторая проблема, что не озвучит... Ну, можно продолжить то, что он не говорит. Что он не озвучит свои планы. Что он будет делать, да? Ты не знаешь, что он будет делать. Ты говоришь, зайди на мид, а он молчит. И зайдет он, не зайдет. И потом он такой приходит на мид и говорит, ну, я же зашел, что ты ничего не делаешь. А я откуда знаю, идешь ты или нет. И в андеросочке неизбежно. Фаргивен сразу на это реагирует от стрел. Миркл потерял очень много здоровья. Фаргивен может играть дальше. Нескончаем в погоне продолжает присоединить Ликвид. До такого, у Зелены по двоим идет телепорт от Зелена. На этот раз Смурф пока сейчас его не использовал. Отменяется телепорт от Киры. А Смурф пока возвращается на базу. У него, правда, полный уровень здоровья. Вот Янкос зашел очень красивым, но видящий тотем от Ликрита все испортил. Все-таки у Ликрита видно, что уровень у него очень высокий. Вот те движения, которые он творит, те туннельчики, которые он ставит, варды, которые он поставит там в кустике где-нибудь. Самый неудобный момент для АНХ. Ну, он сейчас стандартный ганг, который он может творить. А Ликрит с Ликритом не полетел вперед. Просто стажер туда отправил. Сейчас он подходит в нужный момент, тогда, когда Фаргивен уже выдал все свои умения. Это 3-2. И АНХ возвращается в игру. 2 тысячи отставания всего от H2K, а вот Янкос вместе с его временем много не теряли, забрали Огненного Дракона. Знаешь, это такой парадокс. H2K, точнее, АНХ убивает Бутлайн двоих. И потом, бац, и сделали... Кирту выкинули, а Кир успел ультануть самого себя. Сейчас его и зажмут, отфлешнулся, поставил бомбочку на Дуанны, но Зилочек-то и умер. Ликрит пришел немножко навести урона. И Янкос наглеет невероятно сильно. Возможно, ты прав, что Джейсон нужно как-то останавливать, например, баном. Но сейчас это уже постно сделать. Не хватило нам немножко опыта игры и успеть адаптироваться, наверное, против команды. Нам времени просто не хватило. Если во время групповой стадии там были какие-то моменты, чтобы выиграть еще разочек, то вот здесь против H2K не было абсолютно никакого времени. Но, опять же, команды друг другу получше узнали, и Янекс не могут так сильно доминировать. Просто H2K, они проявляют агрессию только тогда, когда рядом с ними есть Лисник. И что сделать на это Анексы? Очень трудно что-то сделать. Потому что если Сендра проявляет какую-то агрессию, она либо 100% выбивает Зелена, либо если рядом Лисник есть, да? Вот как произошло первая кровь? Что Лисин пошел к Олафу в лес. И Сендра знала, где его Лисник и где чужой Лисник. И просто пошла Зелена и убила. И такой, ну, получился. То есть она сильнее намного на первом... Ну, на первых уровнях, там, на третьем, на четвертом Зелена. Потому что Зелена ничего не делает, да? У него бомбочки. А у Сендры и замедление, и стан, и много дэмэджа, и... И так далее, и тому подобное. И Сендра просто пошла, и... Просто по прямой пошла, и с руки его начала бить. Зелена ничем не ответил Зелена. Эх. Ну, кстати, что многие отмечают в H2K, то, что после первой недели H2K начала скримиться с Aenex. И, видимо, они что-то знали, что им придется играть. И успели адаптироваться в этой стилистике. Сейчас H2K будут еще зажимать... Еще один раз Киру. Флэш от Кианка за ультимейт. Еще один ультимейт от Рюм. Не жалеют они Киру. 0-4-0 Зиви на 14-й минуте. Вот если ты посмотришь на карту, у Айнексов вообще ордов нету. Просто по всей карте не ордов. Ой, я с точки неизбежно. Вандер-то в очередной раз поймали. Стажер уклоняется от стрела Люцина. Вандер под контролем атаку вселенной Ликрита. Погибен. Не может сейчас ничего придумать. На 4-0 Сендра я не представляю, как это останавливать. И Янкос еще, который вовремя подходит. Чуть-чуть не повезло. Ну, то даже проблема не в том, что 4-0 Сендра, а в том, что Зелен, что он будет делать? Он кинет ульту и все. И прок вот такого Зелена. То, что раньше, когда Зелен был популярен, в чем была проблема, что он доминировал влайн за счет вот этих бомбочек. Он просто кидал две бомбочки, и у тебя полхп. И ты такой, ну, здравствуйте, товарищ шлистник, убивайте меня. Вот, а сейчас Зелен вообще его просто никак не реализовали. Еще те светлые времена, когда кидаешь две бомбочки, и бац, пака миньонов нет. Ну да. Можешь делать, что хочешь. Да, это да, то же самое. Еще и замедление от Зелена, которое невозможно никак пережить. Особенно, когда он их проматывает несколько раз. Погидон возвращается на базу, преимущество по фарму у него против Кейтин, вот это неожиданно. А у нас заехало несколько вопросиков. Хабстер Кейти спрашивает, гамбитов распустили. Дорогие друзья, эта информация пока еще секретная. Мы еще ничего не знаем насчет следующего сезона. Как оно у нас там пойдет? Секретная, это когда ты знаешь, да? Но при этом ты не можешь разглашать. А ты не знаешь, что вы... А тут, а что уже распустили, я не знаю. Вот это поворот. Не, ну в любом случае все ростеры объявляются только в группах самих команд. Например, все, что мы можем знать, это то, что у Na'Vi ушли Saulus и Doxy, насколько я помню, потому что это был официальный анонс. То, что они их отпустили. Под вопрос поставили лазанью. То есть, если почитать внимательно это интервью, с чем это связано, дорогие друзья, вам остается только гадать, да и нам, собственно, тоже. Потом, вроде никаких других анонсов не было от других коллективов. Кого они там взяли, кого поменяли. Но я думаю, ближе уже к весеннему сезону нам станет куда есть. Ну просто все ждут, во-первых, анонсы лиги, да? Какие условия будут? То есть, вдруг это будет онлайн, ой, лан-формат. Кстати, многие об этом говорят. То есть, может быть, это будет оффлайн формат, может быть, это онлайн формат, может, это будет 10 команд в лиге. Никто этого не знает и все просто ждут, да? Что будет, как и никто не хочет загадывать. Ну что ж, игра у нас немножечко подуспокоилась. Зилин перестал умирать нон-стопно и видимо ждут отката ультимейта Синдра, хотя он уже имеется. Сейчас один стан залетает по керри, выбивает из него снова ультимейт, Янкос приходит и все. ГВП-шечка. Начинают давить еще такие дальше. Хабстер Кейти, надеюсь, что это не последний стрим. Дорогие друзья, если вам нравится наша трансляция, то пишите в личку Алсиору о том, что Спейс и Фомка лучший комментатор, оставляем их просто навсегда все пусть комментируют. Пишите в группе Киберспорта. Можно ли все? Я хочу континентальную лигу поиграть. Я в ходе не хочу. Выспорженная сила А3, кстати, залетела по олову, а двойное убийство получает Синд. Ну, тогда пишите Алсиору о том, что дайте Фомке поиграть в континентальной лиге. Найдите команде Фомку. Фомке команде. Знаешь, такая картиночка. Помогите Фомке найти команду. В общем, да, друзья, не забывайте оставлять свои хорошие отзывы в комментариях. Лол Киберспорт. Кира под обстрелом Люцина перефлэшивается через стену под своим мультимейтом. Очень интересно от него было решение и команда эти штуки начинает наклеить еще больше, еще сильнее, еще больше начинает давить. А сучка неизбежная, я слышала, она полетела, но никого не зацепила. Идет телепорт от Гнара будут закрывать. Можно перепрыгнуть через стену, пытаться какого-то закрыть, но нету у него ярости. Пока в этот момент Зайра уже ультанула. Зайра забрали двоих, Фогион разращается по смурфу. В скором времени будет мега форма, Рю с Фогионом продолжает преследовать смурфа. Ну да, к сожалению. Вообще, Кира с Ликритом как-то странно умерли. Ну, я думаю, тут тилт, и они понимают, что вернуться в эту игру им надо какие-то делать просто безумные мувы, которых даже они сами не ожидают. Показывает нам еще раз повторить ситуацию. Опять хороший стан от Рюл залезал по Ликриту и мгновенно его забрали. И вот она ульта от Рюл по Стажер. Просто Олафа мгновенно не стало. Стерли. Эх, к сожалению. То есть, первые две игры они играли от топа, потому что они понимали, что, ну, Джейс, Гнар и Джейс может. Ну, вообще, гангуют обычно такие линии, которые можно разбить у них преимущества. Потому что, если у вас, допустим, на линии какой-нибудь Малфит, и вы гангаете Малфита, толку от этих гангов особо не будет. Ну, получит он 5 убийств. А что дальше? Он так же влетает и так же дохнет. А вот, если вы Джейса расфилите, и если вы Синдро расфилите, то у них будет закрыли. Высобожденная сила, хватит ли урона или нет. Не хватило. У Кира был ультимейт, но он его не прожал. Прямо почувствовали, кстати, урон. Ну, повезло? Нет? Йонгас, флеша, играет, перебрасывает Киру, прям рядом с ним стоял. Кир ультанул с самого себя. На сучке неизбежнее попадает Йонгас и Ваундер. Вот это, вот это мув, Кир-то выжил. Кир-то и отошел в тот момент, когда пошла ультиматика, активная способность от Зелена после от Барда красиво была разыграна. В тот момент, когда Зелочек валялся полутрупом, Ликрит ультанул. Мы вятски пошли. Кир еще убил. Кир еще и убил. Молодец. Красавчик. Вот если бы еще не умирал на первых ловлах, было бы вообще круто. Ну, вот опять же, старая добрая проблема, когда отставание в ранней стадии сложно нивелировать, сложно от него как-то избавиться. Дезертейбл тем временем оставил комментатор. Комментарий. Какая-то тролль-игра от Эйнексов. На самом деле, дорогие друзья, когда у вас уже поражение 2-0 и вы в четвертьфиналах, есть определенное моральное давление, что вы ничего не можете сделать. Тут даже проблем не в том, что какая-то тролль-игра, а просто H2K делает давление в какую-то одну линию. Ну, вот, кстати, кто вот мог этого ожидать. Кир просто рядом стоял с Янказом некоторое время. Ну, вот он знал, что он хочет сделать в этот момент. И забрали красивый Янказ. Еще и Рюм могут пытаться забрать. Неплохо, получилось неплохо. Но недостаточно для победы. 8 тысяч преимуществ. Такие первые две игры играли через топ, сейчас решили через мид. Потому что мид просто легче стало гангнуть, только как ультан Зелин. Ой, ульта от Зайры. Сейчас подбросит Ликрита, сферы полетели от Синдры. Зелин успел ультануть Ликрита, и Ликрит за счет этого живет. Ты что-то хотел скайповать, по-моему. Про что? Грустно как-то я засмотрел на Синдру 6-0-2. Ну, допускать такого нельзя просто. То это получается какая-то... Соло-Ку. Она же одиночная игра. Ну, это... Грустно, грустно. Разочаровашка. Ну, у Анаксов, кстати, вот это третья игра, и у них больше шансов выиграть, чем... Ёй, сколько же времени H2K проводит во вражеском лесу стажер подвыбужден силой... Высвобожденной силой Синдры! Прошу прощения за свою дикцию, все-таки... Я не... Выспался немножечко. Ай-яй-яй. Катал соло-кушечки. На ком? Я на Люци. Я очень прибел этого чемпиона. То, что у него две пушки. И на Лисине. Но, к сожалению, он без пушек. Смурф начинает, кстати, очень ровно трейдиться против Удауна. Размены по здоровью приятны в пользу АНХ. Смурф подфлешивается с бомбочкой. Удауна среагировала и смог откинуть Смурфа. Теперь начинает его бить, но слишком поздно. Смурф забирает отобие, с тем временем погибен. Забирает лик Рита. Есть возможность для АНХ прервать барона команды H2K. 10-6 пользу Европы. Но пока еще ничего не ясно. Стажер пошел защищать виде счета темп. Топит, топит до конца. Американские фанаты. Эх. Ну не Тим Соло Миджи кричай, правильно? Почему? Сегодня покричали перед первой игрой, я слышал. ТСМ. Знаешь, какая бы игра ни шла, мне кажется, будь то даже Дота, все равно американские фанаты будут орать только одно. Тим Соло Миджи. Что бы ни происходило, какая бы ситуация ни была, хоть бы Тим Соло Мид отыграли 0-6, хоть бы они проиграли Wildcard региону, все равно болельщики будут топить до конца. Хотелось бы, чтобы и наши болельщики также топили за Альбус Нокс Луна. Правда, кричать Альбус Нокс Луна в 4 часа утра достаточно проблематично, язык уже может заплетаться, но вот сидеть очень тихо, мирно с чайком и с табличкой Go.inx и отправлять свои фото в Инстаграм, чтобы потом засветиться на официальной трансляции еще никому не вредит. Ой, ой, Янкс полетел вперед, резонирующий удар по стажеру, стажер под Драгнареком, но призрак вот-вот откатится, это самое время для того, чтобы предпринять какие-то действия или команды и чтуки, но не слишком сильно они просадили стажера, чтобы выдвигаться на оборону на шор. Короче, такие даже не рискуют, они пытаются найти какой-то момент, постепенно, потихонечку идут, то есть, они не пытаются выкинуть какую-то игру. садочка неизбежного, Янкс у него попал, топорик полетел в стажер, две бомбочки, кстати, какая-то отличная комбинация у команды Альбус Нокслуна, Фагио настреливает по стажеру, стажер явно будет сейчас умирать, поджидает, когда закончится ультимейт Зелина, Зелин отправил пока своего союзника отдохнуть, но стажер жив, без потери обошлась команда Альбус Нокслуна. Выбили исцеление за Эмирку. Там Рю зафейдил свой стан, то есть, он мог Зелина в это время застанить, но он сделал свой и спел без сверки. Такое бывает. Стажер снова обездвижен, но Улафа Гевна пока нет урона, кстати, по Улафу. Вообще, даже учитывая, что там есть непристочник Нокьому и черная секер, не получается ничего. Янкас подфлешивается к Эмирку, стажер, поможет ли своему стрелку или нет? Получается, Эмиркл жив вновь и вновь он живет, но Ликрита успели забрать. Прям мгновенно, кстати, урон от Фагиона влетел и пока Ликрит. Кстати, комбинация, которая сейчас есть у Альбус Нокслуна, многие ее встречали от американских команд, в особенности от Тим Суламид, когда Байо Фрост играл на Барде, а мидлейнер Бьорксен, Бьорксен играл на Зелине. Красота связочка, она пошла, когда Барт ультует, кого-нибудь закрывает, туда летят две бомбочки от Зелочка и комбинация просто шикардос разыгрывается. Эта связка была популярна в Веге, когда Дарвай играл на своем Зелине, а Эдвард... Шаркс... Шаркс, кстати, никогда не скрывал то, что он любил взять драфт у американских команд, то есть, ну, я думаю, это ни для кого не секрет, то, что некоторые комбинации от Яга Складрон были использованы вот именно после Америки. еще мне нравится связка, которая была разыграна между... от команды Liquid весной в плей-оффах, это Karma плюс Барт, тоже очень интересно заходило. Причем там такие комбинации витали, прям четенько. Блин, я еще такая связка, я помню, что когда я играл в Дельфинах, когда Барт только-только вышел, у нас такая связочка была, это Эко плюс Барт. Оу, вот это прям жестко. По-моему, да, по-моему, Эко уже тогда был, а вот куда мы его брали, я не помню, по-моему, в лес убрали тогда еще. Я могу ошибаться, вот это я точно не помню, но тогда не было ни Зелина, потому что я не играл на Зелине, и не было ни Кармы. По-моему, это был Эко, то, что Барт ультует, сверху копал и здрасте там, станды с половиной секунды. Ну, тут, кстати, реально крутая комбинация. Ну, сейчас появился такой чемпион в лесу, как Олаф, который, я думаю, скоро получит свои изменения от Riot Games, потому что нельзя быть таким сильным чемпионом. Нужно ему хотя бы здоровечко-то уменьшить, потому что он и толстенький какой-то, и слишком уронистый, и быстрый. Знаешь, еще есть некоторые соло-кул Олафы, которые собирают Раш из Глори, то есть предметное ускорение, не помню, как он на русском называется. Праведная слава? Праведная слава, точно! Вот прям спасибо большое. Себя ускоряет, бегут под призраком, и еще и кармой какая-нибудь ускорила, и там Олаф бежит на тебя, и ты не знаешь, что с ним делать. И себя ускорил, и братишек подогнал. Да, он нереально жесткий какой-то. Он не остановил абсолютно под ультимейтом, а здесь, кстати, в связке АНХ тоже присутствует зелень, которая может ускорить Олафа. И Олаф просто не будет отпускать свои цели. Если он будет бежать за Синдрой, Синдра будет умирать сто процентов. Я, кстати, заметил такую тенденцию, что Олаф уже, скажем, в поздних стадиях играх, он бесполезный. То есть у него нет урона. То есть он может пойти вперед просто и бить с топора, и на этом вся его полезность будет. Так он силен, и вот... Ой-ой, стажер-то принял очень много урона. А трём? В комбинациях каких-нибудь. Там Олаф плюс Шен. Просто берешь, взлетаешь, и здравствуйте, я Олаф. Вообще комбинации совершенно различные бывают. То же самое Гикарим. Ну, это раньше было. А почему, кстати, перестали использовать Гикарим в лесу? Вот это... Его же понервили. Вроде. Как. Да, немножечко, но всё равно как-то казалось невесомой, невесомой урезкой, да и учитывая то, что Роксаи так сильно ослабили, Грагоса так сильно ослабили, можно было бы увидеть Гикарим. Мы видели только Атомлогзжи, тем временем Лю выдает свой проказ по Ликриту, Янка сыграет по Кире, выбрасывает его к Вандро и Фогивен. Должны его съедать. Кир ультанул самого себя. Идёт целепортер до Амны. Стажёр со смутфом будет поджидать момента. Кир уже умирает. Рю богоподобен. Меркул не хватает пока слотов на то, чтобы наносить невероятное количество урона. Ещё бы огнестрельную пушечку и прям пушечка бы залетала. Пуле! Ты как Зак говоришь. Который комментатор, Который топор, А не Который гайдер. Знаешь, стандартная тема, Зак аналитик. Ну, вроде и один Зак был аналитиком, и другой. Тем временем, размен по скачкам был очень интересный. Точнее, смутфа был очень интересный скачок после размена по здоровью Соду Амны. Красиво было, так думаю. А вот если Зак топпер будет делать гайды, то как их различать? Ну, Зак гайдер лесник, Зак гайдер топпер. Ну, это долго, надо как-то кратенько. Просто будешь называть ЗКЛ. ЗКТ и ЗКЛ. Как-то не знаю, какая-то аббревиатура ЗКЛ. Но как же проще? Завод. Нет. Ну, типа на Зай начинается. Очень сложно. Ну, кстати, Старфорджер Зак и Дарт Зак. Так он меняет техники, тоже не разрешишь. Может, этот и тот. Вот этот Зак, он, хорош. Слишком сложно. А вот тот, он, хороший. Не, почему Зак старший, Зак младший? Ага, только Зачок называет сам себя старшим. Почему это? Я не знаю, как это работает, можно спросить самого Дмитрия Кулькина. То есть, одному Заку сколько? Я уже не помню, 34 года, а другому, если я не ошибаюсь, сколько? Я не знаю, я не особо освещен в этом. Ну что ж, игра у нас подуспокоилась. И всего 6 смертей и Зильяна на 6 смертей команды. А экспотикает. Ищет окей. Зильяна заливает опыт. Делит сын. Ну вот, делиться опытом порой полезно. Носочка неизбежного, фагиванс, рю, в нее не попали. Вот я соберусь, сейчас зацепил. Ликрит, было бы интересно. Янка сможет разыграть ситуацию, выпинывать, Кирокер реагирует с помощью скачка. Стрел от Люцина пошел. Янк спрятал очень много здоровья. Стажер бежит вперед, ловит две бомбочки на себя и не получается взорваться прямо посреди авангарда H2K. H2K надо сейчас на нижнюю линию идти, чтобы забирать всю эту пачку миньонов. У Янка слишком мало здоровья. Если они Айнекс заберут кого-нибудь, то барон на Шором явно обеспечен. Там по нижней линии еще идет очень много миньонов. Рю ловит на себя главный козырь от Кейтлин. Комбинация вот удавно прилетает по миньончикам. Тут есть такая проблема, что скоро возрождается дракон. Это облачный дракон. А у Айнексов уже два облачных дракона. Если у них будет третий, это будет очень-очень сильно. А если бы он был девятый, то они были бы Клауд Найт. Но, к сожалению... Подожди, можно взять третьего, а потом еще усилить этот эффект. Вот это замедление по Дуамны. Смур со Стажером явно не хотят отпускать топ-лайнер команды Ичтуки. Дуамны принимает свою смерть наконец-то. Еще идет телепорт от команды Альбус Нокселона, потому что Ичтуки начали брать барону Дрошора. Синдра сменила. Синдра сбила станом. Рю. Почти умер. Кстати, чуть-чуть бурончика отстрела от Люциона. Будет ли выдан в скором времени по Ликриту, а Сочка неизбежно уже прилетела по барону Нашору. Ликрит выиграл столько времени для своей команды, сколько мог. Погибной есть манна, можно и пострелять сейчас по барону Нашору. Вандер отфлешивается атаку вселенной. Ликрит, Ликрит подфлешивается к барону Нашору. Смурт должен сейчас разбираться с этой ситуацией. Ликрит уезжает через тоннель. Смурт, очень мало у него здоровья. Вьянкос забирает. Тем временем команда Альбус Нокслуна просто переигрывает команду H2K тем, что забрали Т3 на нижней линии и забирают ингибитор, пока H2K пытались забрать барона Нашора. Еще ничего не кончено. Сейчас драконом... А нет, они начали Нашору делать. Вдвоем. И Jace будет ТПшиться. Да, Jace пешится. И не факт, что у них это получится, если честно. Получится. С Jace это будет получиться. Эх, ну да, действительно команда Альбус Нокслуна никак не успевает на этого барона Нашора. У них нет телепортов, то, что они все свои два телепорта сдали. Ну, а вообще, размен, кстати, барона Нашора на сторону. Сложно сказать. Ну, Айнексом на самом деле надо было брать сейчас дракона, я думаю. Потому что они не видели на базе H2K. Хотя бы было бы три Клауд Дрейка. А так сейчас H2K и сами заберут Клауд Дрейка и преимущество будет только плюс 15 мувмент спида. Вот этот момент стажер. Посмотрите, с какой скоростью бежит Олов. Он погнал Синдру несколько раз, навернул вокруг нее несколько кругов и убил в конце концов. Синдра, это зря, кстати. Ага, Анакса забрали все-таки Клауд Дрейка. Вот это что-то и ошиблись. Очень сильно ошиблись. То есть три Клауд Дрейка это самая сильная, наверное, связка. Ну, кроме трех Инфернал Дрейков, то есть трех Огненов. Посмотрим, что же из этого выйдет. Лау Дрейка признали нормальным, хотя до этого его не особо оценивали как качественного дракона. Кстати, первое время, когда облачный дракон ещё не получил своё усиление, действительно, он был очень слаб. А вот после того, как некоторых драконов усилили, того же самого океанического, по-моему, ослабили, да, уже послабили? Да, его ослабили. Раньше он восстанавливал от максимального здоровья и даже во время боя. Я помню, что горного вроде усилили и облачного точно усилили, Рио попадает. Сосочка неизбежна, туда сазали в омочки, Рио может потерять практически всё своё здоровье. Ликрит уходит с помощью туннельного погиб, ловит его с помощью своего отстрела. Стажёр на очень низком уровне здоровья умирает вместе своим союзником, но пока Кира ещё жив, но ненадолго лауна забирает это убийство. 17-10, команда Ищтуки с бароном на шором забирает сторону и, учитывая то, что таймера смерти по 50 секунд, возможно, это была последняя игра для команды Альбус Нокс Луна. Эх. Египет разобрали, успеют её защитить или нет, и Меркл вся надежда на тебя. Нам нужно чудо, и чудо у нас есть. Сеточка никому не попала, пилотоверский орёл опять же не зацепил своих целей, и просто миньёчки слишком сильные. Команда Ищтуки идёт заканчивать эту игру. Сморт наносит слишком большое количество урон, но по нему вижает команда Ищтуки. И команда Ищтуки проходит в полуфинал, если сейчас ликарицы Меркл не разберутся с этой ситуацией. Нексус падает, Нексус успеет ли выжить? Нет, не получается. Команда Ищтуки проходит в полуфинал, и команда Альбус Нокс Луна, покорив сердце фанатов абсолютно всех, отправляется, к сожалению, домой. Хотелось бы отметить, что Альбусы играли до конца, то есть не все команды так могут. Вот они даже проигрывают, они просто ищут моменты, ищут, пытаются что-то сделать. То есть есть команды, которые просто стоят и ничего не делают, они вот что-то ищут. Эх, действительно. Ну, Forgiven рад тому, что они прошли в полуфиналы, но радоваться H2K пока ещё явно рановато им играть против Самсунгов. Повезло, если честно, H2K с сеткой, то, что они не встретили на своём пути и сильных корейских таких коллективов, как ROX, таких как SKT. Янкос и Стажёром очень долго, кстати, переговариваются, я думаю, есть им что друг к другу сказать. Янкос очень рад тому, что поиграл против Альбус Сокс Луна и доволен и собой, и отыгрышем. Хоть серия закончилась 3-0, вы посмотрите, как игроки друг к другу относятся. То, что дружба есть дружба и то, что почтение и уважение к сопернику есть, вне зависимости от того, из какого вы региона. Команда H2K в полуфиналах. Первый чемпионат мира для Forgiven и момент наслаждения для него. По его лицу особо не скажешь, кстати, что он невероятно рад, какие-то супер эмоции он не проявляет пока. Ну, просто все игры проходили, что в начале H2K зарабатывали преимущество, его не отпускали. Игры такие получились относительно неинтересные. То есть H2K получили там плюс 10 тысяч голды и все, они его держат, держат, держат. Потом в какой-то момент, да, и они выигрывают игру. Сейчас вот Альбус Сокс Луна пытались что-то сделать там с тем же ботом диметром. H2-1, H2-K, H2-1, H2-K, H2-1, H2-K. H2-2, H2-K. Эх. Хоть и Альбус Сокс Луна находится в начале алфавита, потому что они начинаются на букву А, команда, находящаяся между H и прохождением пути до K, выходит в полуфинал. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. А с вами были Space и Фомка. До новых встреч, дорогие друзья. Оставляйте свои комментарии в киберспорт-группе ВКонтакте. Отправляйте личные сообщения комментаторам, задавайте свои вопросы, если они у вас возникли. Поздравляем команду H2-K, поздравляем команду Альбус Сокс Луна с отличным выступлением на чемпионате мира. Но все самое хорошее, к сожалению, подходит к концу. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok